Добрый вечер, уважаемые коллеги. Извините, пожалуйста, я не понимаю, почему мой доклад в этой секции «Голова и шея», но я думаю, что он как раз будет такой заключительный. Я попробую его очень быстро рассказать. Это большая остеосаркома, но они не будут касаться головы и шеи, понимаете? Я думаю, что нас объединяет только остеосаркома. Это большая работа нашего отделения. Мы его посвятили нашему учителю Анатолию Геевичу Весниной. Вы, наверное, все знаете, сидящие здесь, потому что он всю свою трудовую деятельность посвятил именно опухолям мягких тканей и костей. Поэтому это такая, знаете, большая работа. Я кое-где буду пролистывать, чтобы на вас не задерживать. Значит, мы все знаем, что остеосаркома – это истинные высокозлокачественные ранометастазирующие опухоли. Клетки, которые продуцируют опухолевую СТУ, костную, хрящевую, фиброзную ткань. Значит, цель исследования – это было, конечно, улучшение диагностики остеосаркома различных локализаций, ее начальных форм и редких ее форм. Значит, перед нами были поставлены определенные задачи. Я их не буду зачитывать. Я просто их расскажу уже потом. Антонина Викторовна, говорите полностью весь доклад. Да? А, ну просто я думала, что люди уже спешат там или это. Значит, наше исследование было очень большое. Как вы видите, оно проводилось почти 20 лет. В это исследование вошли 231 данные наших пациентов, которые обследовались, видите, с 1980 по 2008 год. Мужчины в этой группе составляли большую часть. Возраст больных средний составлял где-то 18 лет. Всех, конечно, у этих больных диагноз был доказан через биопсию. Значит, какие желчевые методы мы использовали? Всем больным использовалась рентгенография. Вы видите, что здесь компьютерная и магнитно-резонансная, конечно, использовалась мало. Но это только лишь потому, что в то время у нас в институте не было просто данной аппаратуры. Распределение остеосарком в костях скелета. Они могут располагаться в любых костях скелета. Но самой частой локализацией это является метафизой длинных трубчатых костей, которые составляют коленный сустав. По возрасту. Значит, в детском и юношеском возрасте чаще всего мы наблюдаем остеосаркомы длинных трубчатых костей. После 50 лет чаще всего поражаются плоские губчатые кости. И в средний период от 20 до 50 лет могут поражаться все кости скелета. Какие же основные группы остеосарком? Выделяется, значит, остеосаркомы длинных трубчатых костей с метафизарным расположением. Это самая частая группа. Остеосаркомы длинных трубчатых костей с диафизарным расположением. Остеосаркомы плоских губчатых костей, параосальный и телеангиоктатический. Они относятся к редким формам, поэтому выдвинуты в самом конце. На этом слайде вы видите частоту совпадений рентгеновских заключений о наличии сарком в анализируемых в тот период у больных по месту жительства и в ней онкологии. Как видно, что по месту жительства, конечно, была очень низкая выявляемость. И хочется отметить, что и до сих пор в поликлинической практике онкологи, и когда к ним приходят пациенты с определенными жалобами, они начинают назначать физиотерапию, которая совершенно противопоказана при остеосаркомах. И это мы всегда отмечаем для того, чтобы все-таки хоть как-то добиться, что, может быть, сначала сделать рентгенографию, а только потом назначить уже физиотерапию. А то к нам пациенты приходят, конечно, уже с запущенными формами. Какие же клинические данные больных остеосаркома длинных трубчатых костей с метафазарным поражением? Здесь хочется отметить, что у них очень короткий анамнез. Чаще всего он достигает всего несколько месяцев, а иногда и недель. Боли. Больные всегда жалуются на сильные ночные боли, которые купироваться могут аспирином. Припухлость при палпальце и ограничение функции пораженной кости. Рентгенологическая картина. Рентгенологически, условно, все остеосаркомы различаются на три типа. Это остеолитическая, смешанная и остеобластическая. Самая большая группа – это склеротическая, остеобластическая. Мы знаем, какие же мы можем там найти находки. Это, конечно, будут очаги деструкции. Они могут быть одиночные, они будут множественные, но все они будут с нечеткими контурами. У всех этих пациентов будет разрушение кортикального слоя, и мы увидим переостальную реакцию. Спотагмоничным признаком, которым мы знаем для остеосаркома, является, конечно, спекуловидная переостальная реакция. Но из данных нашего исследования мы видим, что при литической форме никогда мы не видели спекуловидную переостальную реакцию. Она в основном наблюдается при склеротической и смешанной форме. Также патагмоничным признаком является переостальный козырек, который редко встречается при литической форме, чаще встречается он при склеротической и смешанной форме. И точно так же мягкотканный компонент. Это тот компонент, который с патологическим костеобразованием, и чаще мы его видим при смешанной и остеобластической форме. Это примеры. На первом слайде мы видим остеолитическую остеосаркома. У нас очаги остеолитической деструкции бисклеротической реакции. Они начинают распространяться вдоль и поперек кости. И этот симптом мы называем симптом изъеденности мульи. Так как при всех остеосаркомах быстро повреждается кортикальный слой, при остеолитической чаще всего мы встречаем многослойную переостальную реакцию. И именно при этой форме очень часто бывает патологический перелом. Вторая – это смешанная форма. Здесь уже количество остеолиза и остеосклероза в той или иной пропорции у разных пациентов. Но как раз у этих пациентов мы видим спикуловидную переостальную реакцию. И видим, что эти спикулы, они разной длины и ширины, но все они как бы выходят из одного центра. И остеобластическая форма. Здесь превалирует уже фокус остеосклероза. Хочется отметить, что фокус остеосклероза никогда не переходит через ростковую зону. Здесь также возникает раннее разрушение кортикального слоя. И как раз таки вот здесь мы видим переостальный козырек. Какие же будут рентгеновские данные у нас при остеосаркомах диафизарной локализации? Они будут те же самые. Но чаще всего здесь очаг деструкции будет множественный. Все они также с нечеткими контурами. И здесь мы можем увидеть любую реакцию кортикального слоя. То есть это может быть и истончение, и утолщение, и разрушение, и уплотнение, и разволокнение. Также мы увидим переостальную реакцию, переостальный козырек и мягкотканный компонент. Вот пример остеосаркома диафизарной локализации. И иногда нас спрашивают, а что же такое представляет собой переостальная реакция? Да, это окостенение, которое располагается либо радиально, либо вдоль компактному веществу. Это как признак очень быстрого роста опухоли. Клиническая картина остеосаркома плоских костей. Что отличается здесь? Здесь на боли, которые они жалуются, они, конечно, умеренные, часто бывают периодические. И очень редко жалуются они на сильные ночные. Также бывает припухлость и ограничение функции пораженной кости. Рентгенологически наблюдаются здесь те же самые признаки. То есть это одиночные, множественные очаги поражения деструкции с нечеткими контурами, разрушение кортикального слоя и переостальная реакция вместе с мягкотканным компонентом. Дальше это примеры. Это с поражением. Первый пример я вам представляю. Это остеобластическая форма остеосаркома с переходом уже на боковую массу крестца. А это остеолитическая форма остеосаркома с разрушением кортикального слоя и выходом процесса в патологические мягкие ткани. Это пример очень редкой. Килионгиоктическая остеосаркома, которая относится к остеолитическим остеосаркомам. Что же характерно для них? Для этой остеосаркомы характерно большое количество сосудов, анавризмальных полостей, очагов некроза в структуре. По своей активности это очень агрессивная опухоль. У нее очень короткий клинический период и, конечно, неблагоприятный период. Рентгенологически мы наблюдаем обширный фокус остеодеструкции с разрушением кортикального слоя, но именно при телеангиоктатической остеосаркомы мы никогда не наблюдаем патологического кости образования. Еще пример. Телеангиоктатическая остеосаркома. Мы видим обширный фокус остеодеструкции со вздутием кости, разрушением кортикального слоя и без патологического кости образования. Следующая очень редкая форма – это параосальная саркома. Она составляет всего 1% из всех остеосарком, которые выявляются в скелете. Чаще всего поражаются здесь женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Она достаточно долго текущая, поздно метастазирующая, иногда бывает рецидивирующая после неадекватного лечения. Эти пациенты жалуются, что у них увеличивается какая-то припухлость по задней поверхности дистального отдела бедренной кости. Это самое излюбленное место – параосальная. Ее еще называют юкстрокортикальная остеосаркома, потому что начинает расти пара в периосальных тканях. И очень поздно она прорастает в картикальный слой. В других костях практически эта остеосаркома не наблюдается. При пальпации прощупывается плотно несмещаемая опухоль по задней поверхности, покрытая кожей. На рентгенограммах мы выявляем массивные фокусы обозаселения с бугристыми контурами и с такой пограничной полоской от картикального слоя. Какие же начальные признаки остеосаркома? При начальных признаках остеосаркома, когда к нам приходят, чаще всего мы наблюдаем нежные реакции с подлежащими фокусами разрежения костной ткани. И хочется отметить, что именно остеосаркомы, в отличие от костномозговых опухолей, растут не вдоль косточки, а из кости. Поэтому разрушение картикального слоя возникает очень рано. И поэтому мы видим все переостальные реакции. И вот теперь как раз-таки роль всех методов лучевой диагностики, которые могут быть применены. На данном доме это у нас ультразвуковая диагностика. Мы видим разрушение картикального слоя, выходом патологического процесса в мягкие ткани, патологической кости образования. И зачем же все-таки нам надо выполнять эхографию при остеосаркомах? Она нужна нам. Она нам нужна для того, чтобы мы нашли выбор места пункции для верификации процесса. Какие же следующий метод, основной метод для исследования остеосаркома остается магнитно-резонансная томография? Он выполняется всегда с контрастом. Мы знаем, что контраст в опухоли накапливается по периферии. И поэтому мы четко можем сказать, для чего мы его используем. Для определения распространения опухоли в кости, для размера мягкотканного компонента, подтверждения или исключения проникновения его в сустав, определения динамики патологического процесса проведения неодивантной химиотерапии для ее эффективности и планирования объема операции. И основное, конечно же, это оценка состояния сосудистонервного пучка, который от нас требуют хирурги. За границей используется еще так называемый динамический метод Демри. Но у нас его нету, это так уже для будущего. С помощью компьютера производится количественное определение в процентах опухолевых клеток до начала неодивантной операции и в течение неодивантной химиотерапии для определения эффективности ее. Использование же компьютерной томографии. Когда мы делали свое исследование, мы сравнивали компьютер с рентгеновскими изображениями. И что оказалось? Для определения типа остеосарком и ее распространения данные были идентичны. Но, естественно, компьютерная томография дает лучшую визуализацию данной опухоли. Но используется все-таки она как альтернатива или же дополнение к МРТ. Потому что также она может выявить нам точную локализацию, размеры, отношение опухоли к окружающим тканям, распространение ее на сустав. КТ грудной клетки определяет нам микрометастазы, которых не видно на рентгеновских изображениях. Но все-таки почему это как альтернатива? Потому что она дает существенно худшую картину как костного мозга, так и мягкотканного компонента. Следующий. Это методы ядерной медицины. Но синтеграфия и позитронно-эмиссионная томография. Мы знаем, что основной задачей остеосинтеграфии является выявление мультицентричности и мультифокальности. Но при как раз-таки остеосаркоме мы сталкиваемся и с тем, и с другим. У нас может быть и мультифокальный рост опухоли, и мультицентричный. Мы иногда у больных находим у одного и того же пациента в разных костях два типа опухоли. В одном будет остеолитическое, а в другом будет остеобластическое. Но мы должны помнить, что эти методы обладают также своими недостатками. С синтеграфия, использованная с технитрилом, она используется только на, то есть активно она, на остеобластических очагах. И совершенно не подходит для литических опухолей. И наоборот, позитронно-эмиссионная томография, где в торт-дезокси глюкоза, она накапливается в очагах, которые воспринимают глюкозу. То есть это в литических очагах. И при остеосклеротических опухолях ее она нечувствительна. При нашем институте используется остеосинтеграфия. И еще, как раз я вам говорила, для оценки неодевантной химиотерапии. До лечения, во время лечения. И показывает очень хороший эффект. То есть значение снижения накопления фармпрепарата в этих очагах, они очень хорошо коррелируют с хорошим гистологическим ответом опухоли на лечение. Следующий метод – это ангиография. Без него невозможно лечение остеосарком. То есть определение отношения опухоли к сосудам, что определяет, в частности, объем операции. И надо хорошо помнить, что при наличии в сосудах опухолевых эмболов органосохраняющие операции невозможны и не выполняются. Причем сейчас мы знаем, что органосохраняющие операции выполняются при метастазах в других отдаленных органах, как в печени, в легких. Но если это будет в местном распространении, органосохраняющая операция не только ампутация. Окончательный диагноз всегда выставляется гистологически. Стандартные гистологические варианты – это остеобластическая, хондробластическая, фибробластическая, остеосаркомы. И мы останавливаемся на этом слайде всегда, что одной из частных причин невозможности проведения органосохраняющей операции является неудачно проведенной биопсией с местным обземенением опухолевыми клетками или развитием патологического перелома. Поэтому хочется достучаться до всех, что все-таки верификацию процесса должны делать в специализированных учреждениях хирурги, хорошо владеющие этими методами, предпочтительно проводить трепан биобиосию, нежели на живую. Это для того, чтобы максимально защитить прилежащие ткани от контакта с биоптатом. И в конце мы хотим предложить такую схему обследования больных с подозрением на опухоль кости. В стойке болевой синдром или припухлость пациентам назначается рентгенологическое исследование. Если мы выявляем очаг декструкции и возраст пациента старше 40 лет, он уходит на комплексное обследование. Это рентгенография грудной клетки или КТ, КТ или УЗИ брюшной полости и малого таза, маммография, сцентография и лабораторные методы исследования. Если же мы определяем множественные очаги поражения, чаще всего это являются метастазы. Если один очаг поражения, пациенту уходит в специализированное учреждение, где ему выполняется биопсия. Если же возраст пациента меньше 40 лет, отправлять его надо сразу в специализированное учреждение, где ему будет выполнено биопсия или дальнейшее лечение. И разрешите представить еще одну схему обследования больного с подозрением на опухоль кости. Всем пациентам надо выполнять рентгенографию. Если на рентгенографии мы предполагаем злокачественный процесс, эти пациенты уходят у нас либо на магнитно-резонансную томографию, либо на остеосцентрию или на позитронно-эмиссионную томографию. При положительном ответе выполняется биопсия под контролем УЗИ и дальнейшее лечение. Если доброкачественный процесс, в зависимости от того, если мы уверены точно, что это доброкачественный процесс, пациенты уходят под наблюдение. Если мы сомневаемся, им выполняется биопсия под контролем УЗИ. И компьютерная томография все-таки назначается, когда у нас есть какие-то диагностические проблемы. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень интересное сообщение. И нам даже, не касаемо головы шеи, но нам тоже очень интересно, действительно интересно. Особенно в плане диагностики. И мы с этим сталкиваемся, и когда искусственные метастазы в том числе. Продолжение следует...